Здравствуйте! Мы представляем вам серию обучающих видеороликов с инструкциями по пользованию прибором Alrosa Diamond Inspector. Прибор Alrosa Diamond Inspector производится компанией ООО «Алмазный научно-технологический центр Alrosa Technology», входящий в группу Alrosa. Посмотрев эти видеоролики, вы сможете правильно проводить измерения и получите более глубокое представление о работе прибора. Комплектация прибора. Каждый прибор поставляется в удобном кейсе. Несмотря на это, будьте бережны в обращении с прибором, так как он содержит хрупкие оптические компоненты. Избегайте падений, ударов прибора и кейса. Внутри кейса находится компакт-диск с инструкцией по пользованию прибором, сам прибор, адаптер питания, кабель питания, механический держатель, упаковка с пластичным материалом, который может использоваться как держатель. Опционально вы можете приобрести видеодержатель для сложных случаев. Подготовка к работе и первое включение прибора. Подготовить прибор к работе очень просто. Соединяем адаптер, кабель питания и подключаем к электросети. Подаем питание на прибор с помощью выключателя на боковой панели. Прибор включился. Мы видим, что загорелся световой индикатор кнопки измерений и началась загрузка программного обеспечения. На дисплее появилась надпись LOADING. После загрузки на дисплее появляется надпись готов к работе. Переключение языка прибора. Мы можем выбрать язык интерфейса. Кнопка смены языка расположена прямо под крышкой. Нажимаем кнопку. На дисплее прибора появится надпись, соответствующая выбранному языку, например, русский или инглиш. Проведение измерений. Прибор Alrosa Diamond Inspector предназначен для идентификации бесцветных или почти бесцветных полированных бриллиантов и бриллиантов в ювелирных изделиях. Возможные цвета от D до J по шкале GIA. Термин почти бесцветный относится только к желтому цвету бриллиантов в диапазоне от D до K и не относится к голубому, зеленому, розовому и другим малоинтенсивным цветам. Прибор идентифицирует бриллианты традиционных форм огранки, например, KR57, маркиз, груша, овал, сердце и другие. Размер бриллианта может составлять от 0,03 до 10 карат. Важным условием является наличие у бриллианта плоской грани с круглой областью диаметром не менее полутора миллиметров. Итак, наш прибор готов к проведению измерений. Давайте протестируем одиночный бриллиант. Поверхность площадки бриллианта должна быть чистой, поэтому рекомендуем использовать пинцет. Если брать бриллиант пальцами, то на поверхности бриллианта могут отложиться жировые загрязнения. Почистить бриллиант можно с помощью салфетки из шелковой или хлопковой ткани, но надежнее использовать специальную салфетку для чистки оптических поверхностей. Откроем крышку прибора. Мы видим площадку, на которой размещена небольшая мишень с отверстием. Возьмем пинцетом бриллиант за рундист так, чтобы площадка бриллианта смотрела вниз. И поместим его в центр мишени так, чтобы площадка бриллианта перекрывала отверстие мишени. Аккуратно закрываем крышку. Нажимаем кнопку запуска измерений. На дисплее появляется надпись «Измерение» 0%. Процесс начался. За 45 секунд прибор исследует бриллиант с помощью трех оптических методов. Закончив измерения, прибор выводит результат на дисплей. Прибор выдает корректный результат — природный алмаз. Чтобы приступить к следующим измерениям, нам нужно нажать кнопку измерений. Прибор перейдет в состояние «Готов к работе». Можно проводить следующие измерения. Продемонстрируем на других камнях, какие результаты могут быть получены с помощью прибора. Возьмем синтетический бриллиант, выращенный по технологии HPHT, и поместим его в прибор. Результат измерения — тип 2А, IAB. Нужен лабораторный тест. Точно так же поместим в прибор синтетический бриллиант, выращенный по технологии CVD. Получим результат измерения — тип 2А, IAB. Нужен лабораторный тест. Природные алмазы бывают различных типов, и лишь малая часть, полтора-два процента, относится к типу 2А. При этом все синтетические алмазы относятся именно к этому типу. Поэтому, получив такой результат, прийдите в геологическую лабораторию. Только там вы сможете со стопроцентной точностью определить, является ли камень природным или синтетическим. Возьмем природный бриллиант типа 2А и протестируем его в приборе. Результат, как мы видим, закономерен. Тип 2А, IAB. Нужен лабораторный тест. Если бриллиант был облагорожен, то прибор покажет результат следы обработки. Последний образец, скорее всего, является алмазом со следами искусственной обработки. При этом следует учитывать, что при естественном росте алмаза в земной коре. Иногда могут возникать условия аналогичным условиям термообработки алмазов. Поэтому данный результат является практически однозначным свидетельством лабораторной обработки. Если бриллиант имеет флуоресценцию или нетипичную картину люминесценции, то прибор может выдать результат необходимой исследования. Возьмем фианит. Это искусственный камень. Протестируем его с помощью прибора. В результате получим вердикт симулянт. Теперь протестируем муассанит. Результат также симулянт. Точно так же можно тестировать стекло, горный хрусталь, шпинель, топаз, аметист и другие камни бриллиантовой огранки. Прибор покажет результат симулянт. Тестирование бриллианта в ювелирном изделии. В комплект к прибору входят несколько типов держателей для ювелирных изделий. Это механический держатель и пластичный материал. Опционально вы можете приобрести видеодержатель для особо сложных случаев. Рассмотрим различные варианты ювелирных изделий. Например, вот это кольцо. Установим его в прибор так, чтобы площадка бриллианта перекрыла отверстие мишени. Как мы видим, это кольцо устойчиво и для проверки бриллианта можно никакими держателями не пользоваться. Результат измерений. Симулянт. Теперь рассмотрим кольцо со смещенным центром тяжести. Его можно закрепить с помощью механического держателя. Держатель устанавливаем на площадку под крышкой прибора. Сам держатель состоит из нескольких деталей. Это рамка со штоком, шарик с установочным винтом, держатель с крокодильчиком. Закрепляем кольцо, подстраиваем общую конфигурацию держателя, стараясь попасть в центр мишени и фиксируем позицию, закручивая винт. При этом важно, чтобы площадка бриллианта плотно прилегала к отверстию мишени и не была перекошена. Закрывая крышку, убедитесь, что держатель не мешает, иначе крышка не закроется до конца или сместится держатель. Результат измерений — природный алмаз. Если Вы хотите закрепить неустойчивое ювелирное изделие и Вам с помощью механического держателя это делать неудобно, то воспользуйтесь пластичным материалом. Он похож на пластилин, но является обезжиренным, поэтому не оставляет следов на руках и на ювелирном изделии. Установим кольцо в прибор и зафиксируем в правильном положении с помощью пластичного материала. Результат измерений — природный алмаз. Возьмем еще одно кольцо. Мы видим здесь мелкие бриллианты. Их сложно спозиционировать точно над отверстием мишени на глаз. Для этих целей мы предусмотрели дополнительное устройство — видеодержатель. Включим видеодержатель. Дождемся, пока дисплей видеодержателя покажет изображение с видеокамеры. Мы видим метку на этом дисплее. Разместим кольцо в видеодержателе так, чтобы центр площадки бриллианта попадал в метку. Закрепим кольцо в этом положении. Теперь переставим съемную верхнюю часть видеодержателя в прибор и проведем измерение. Результат измерения — природный алмаз. Обратите особое внимание. Чтобы избежать некорректных измерений, проверьте правильность выполнения следующих пунктов. Поверхность камня должна полностью перекрывать площадку для измерений. Если разместить ювелирное изделие так, что отверстие мишени будет напротив металла, а не напротив бриллианта, то прибор после измерения может выдать результат «Симулянт» или «Проверьте камень» в зависимости от свойств металлической поверхности. Если забыть поставить камень в центр мишени и провести измерение, то прибор может показать результат «Проверьте камень». Тестируйте только бесцветные или почти бесцветные образцы. Исключите вибрации и перемещение прибора во время проведения тестов. Измерениям подлежат только полированные, ограненные бриллианты. Не тестируйте алмазное сырье. Проводите тестирование образцов 2-3 раза для повышения достоверности исследований. Меры предосторожности. Внутри прибора используется лазер, поэтому не открывайте крышку прибора в процессе измерения. Лазерное излучение небезопасно для здоровья. При этом мы встроили в крышку прибора датчики, которые отключат лазер, если вы попробуете открыть крышку в процессе измерений. Если вы нажмете кнопку с незакрытой крышкой, на экране появится надпись «Закройте крышку». Условия эксплуатации и уход за прибором. Прибор Alrosa Diamond Инспектор предназначен для использования в помещении при температуре от минус 5 до плюс 23 градусов Цельсия и при относительной влажности не более 60%. Избегайте нагрева прибора от солнца и соседних объектов, бытовых приборов, труб. Это может привести к перегреву прибора и некорректной работе. Корпус прибора не является герметичным, поэтому избегайте контакта влаги с прибором. Прибор Alrosa Diamond Inspector не требует специального ухода. Используйте обычные салфетки для протирки корпуса от пыли. Прибор Alrosa Diamond Inspector имеет сертификат соответствия EAC для стран Евразийского Союза и декларацию соответствия CE для стран Евросоюза. Гарантийное обслуживание и калибровка. Гарантия на прибор 12 месяцев. При желании можно на платной основе продлить срок действия гарантии. Рекомендуем ежегодно направлять прибор на проверку в наш сервисный центр. Калибровка прибора происходит автоматически при включении. Питание прибора от аккумулятора. Надежнее подключать прибор к сети электропитания, но бывают ситуации, когда у вас под рукой нет розеток. Тогда прибор можно подключать к внешнему аккумулятору. Обратите внимание, что аккумулятор должен быть хорошо заряжен и иметь параметры электропитания 2 А и 5 Вольт. Выключение прибора. Чтобы выключить прибор после измерений, просто переключите выключатель в положение «Выключено». Прибор моментально выключится, погаснут дисплей и кнопка. Затем выньте адаптер из розетки. Не рекомендуем выключать прибор или вынимать адаптер питания из розетки в процессе измерения. Итак, вы очень близко познакомились с прибором и теперь знаете, как им правильно пользоваться. Если же у вас остались какие-то вопросы, обратитесь к нашим специалистам по указанным контактам. Alrosa Diamond Inspector – ваш помощник в ювелирных магазинах, ломбардах и при сделках. Покупайте Alrosa Diamond Inspector и проверяйте бриллианты быстро, просто и надежно.